В случае мужчина чувствует, что женщина в буквальном смысле достает его. В итоге женщина прибегает к ультиматуму. Либо ты ведешь меня на свою деловую встречу. Посмотрю на твоих друзей и на блондинок, в том числе. Либо не возвращайся домой. То есть женщина провоцирует мужчину либо на агрессию, либо на то, что он просто уходит, хлопает дверью. И временно живет у друзей, родителей или знакомых. Хочу отметить очень важный момент, как воспитание. Воспитание накладывает отпечаток на такую модель отношений. Если девочкой она была свидетелем неблагоприятных отношений между родителями, разве можно от нее ожидать сдержанности и рассудительности? Все мы, скажем, родом из бывшего Советского Союза. Отсутствовала у нас школа и знания о том, как себя вести в критический момент ситуации. Отсутствовали у нас воспитание относительно прояснения отношений, прояснений причин каких-либо проблем. Правильно? Тогда и психология была на, скажем, примитивном уровне. Из-за того, что мы из детства могли вынести, как мать обвиняет, отец оправдывается, мать выводит его на чистую воду, происходит конфликт, скандал. Отец ругается матом, уходит. После чего происходит примирение. И они вдруг вместе. Это свидетельствовало как любовь. То есть получается, что женщина отчасти жаждет всплеска эмоций, отчасти провоцирует мужчину на всплеск эмоций, потому что мужчинам будем откровенны. Свойственна эмоциональная холодность и затишье. Правильно? Это не столько неуважение, сколько безграмотность, невежество наше. Ну, где были наши учителя? Что мы видели, то мы и извлекли из жизни. Кто нас учил другому? Никто нас не учил, как правильно себя вести с мужчиной. Еще есть несколько причин, по которым конфликт проявляется в такой деструктивной форме. Да? Где задеты интересы и мужские, и женские. Одной из причин является сам мужчина. Знаете, есть у мужчин такое приятное выражение, как он говорит, детка, будь хорошей, и у тебя будет все, что я решу тебе дать. То есть получается, что мужчина пользуется благосклонностью женщины, да, получает от нее все. Любовь, уважение, доверие, накрытый стол, накрытую кровать. Он сожительствует и помогает в каких-то физических, ну, решении каких-то вопросов, да, как мужчина. И он думает, что он ее полностью осчастливливает. И недоумевает, почему у женщины возникают какие-то еще вопросы на тему того, что когда мы поженимся, а что у нас в будущем, да, и женщина просто, да, то, что мы говорили, старается разыгрывать из себя хорошую хозяйку, да, скачет на задних лапках, а в итоге-то непонятно, что у него там в голове, когда он созреет к решению создать семью. То есть такой психологический момент, когда мужчина не понимает, как он сам собственными руками создает отношения, в которых он ее провоцирует на недоверие и старается всеми силами поставить ее в зависимость от себя. Правильно, Лора. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что брак не может быть, да, и даже гражданские отношения не могут быть построены на количестве удобств. Вот нам удобно это, это, это мы делим, и вот нам хорошо. Очень многие зарубежные браки построены на этой основе, но они не имеют тенденцию для развития, для укрепления отношений. Они в итоге могут разваливаться. Если и сохраняются, то, поверьте вы мне, каждый живет своей жизнью. У него свои девушки, у нее свои парни. Но они сожительствуют. Да, у каждого свои. Вот почему свингерство, да, свингеры, почему распространенные явления сегодня свингеры, как обмен партнерами в сексуальных отношениях. Это же, это же вот такая свобода в отношениях, и она и приводит к тому, что люди не укрепляют свои отношения, не ищут дополнительные степени, так скажем, связующего друг с другом, а наоборот разваливают свои отношения. Разваливают. Сингеры не могут быть в той близости, на которую ее может рассчитывать те, которые в настоящей любви. Те, кто в настоящей любви, даже вот где-то в борьбе, в конфликтах, в скандальчиках, и то более честные, более правдивые, более искренние в отношениях, чем те, которые допускают в отношениях других партнеров. Сейчас мы проговорили некоторые причины, по которым женщина испытывает сильное внутреннее напряжение, которое, по сути, ее и выводит в провокационное действие для того, чтобы потихоньку или громко выносить мужчине мозг. Да, планомерное еще есть такое. Я хочу сейчас затронуть о благоразумном поведении женщины в конфликтах. Хочу сказать, что благоразумное поведение в конфликтах делают женщин краше, чем она есть. То есть, если мы говорим о выгодах, какие существуют выгоды относительно конфликтов, ну, это, слушайте, это только сейчас не установка к тому, чтобы вы побежали сейчас быстренько со своими мужчинками конфликтовать. Нет. Сначала нужно выучить этот предмет, выучить и усвоить его, потому что женщинам свойственно срываться в эмоции. Но не спешите, не спешите. Сначала нужно разобраться в этой ситуации и до конца ее изучить. Итак, если мы говорим о благоразумном поведении женщины в конфликтах, то это выгодно для нее, потому что через, скажем, достойное поведение в нервозной ситуации мужчина ставит своей женщине галочку, что если она и в этой ситуации так прекрасно выглядит, да, боже, какая умничка, совершенно верно, да, как правильно себя она ведет, хоть я и злюсь на нее, хоть я и пытаюсь ее прогнуть, но ведь она молодец, вот такая женщина мне самому нужна, понимаете, как думает мужчина. Итак, когда мы говорим о том, что кризисы существуют в отношении в добрачный период, в браке это 3-4-7-9 лет да и далее существуют кризисы в отношениях. Как кризисы в отношениях? Они и происходят через конфликты, через которые и мужчина, и женщина вдруг понимает, что почему я с ней, почему я с ним, что нас связывает, почему мы вместе. Если женщина ведет себя правильно, достойно, то в этом смысле она преуспевает, потому что, потому что, как мы уже говорили, такая женщина нужна всем. Вот, всегда на высоте, любой вопрос, да, волки сытые, овцы целые, это мне тоже так нужно уметь, да, и в этом смысле мужчина не постесняется спросить, как решить тот или иной вопрос, и женщина для него это тылы, это надежность, и рубашки постирает, и правильную вещь подскажет. Такая женщина нужна всем. Так вот, от того, как женщина себя ведет красиво в конфликте, тем самым она выигрывает. Скажу одну вещь, если мужчина такую женщину не выдерживает. На вебинарах теории любви я объясняю, почему это происходит. а пока что просто примите во внимание, примите на веру. Решать правильным путем, чем неправильным, и лучше знать о конфликтах, чем оставаться в неведении. И так как мы говорили о том, что наука о сохранении мира и эмоционального климата в семье это знания, которые передаются либо от меня, как от тренера или от других тренеров, которые несут в себе такие, замечу, экологически правильные знания. Либо из поколения в поколение. И как мы уже понимаем, отсутствие знаний о коммуникативных навыках, от того, как мы взаимодействуем друг с другом, да, как мы уступаем, как мы понимаем интересы другого человека, где моё, где твоё, где я тебе могу дать моё, где я могу взять твоё. Вот эти границы нужно понимать. От того, как мы понимаем правильно понимаем эти границы, наша другая сторона, да, наши мужчины, они всегда будут чувствовать, что она права. Насколько мы умеем не перегибать, да, чужое не брать и не претендовать на что-то большее, чем мы заслуживаем, вот эти границы нужно учиться понимать и выдерживать эти границы. Во всех отношениях важно понимать конфликты и правила поведения в этих конфликтах. Почему? Потому что наши дети смотрят на нас. Наши дети учатся у нас справляться со стрессовыми ситуациями, понимать себя и других в отношениях, понимать, что значит быть любимыми и что значит любить. Потому что если этот момент отсутствует эмоционально-психологический любить и быть любимыми, то все остальное это ну простите меня ну игра в песочнице как это по-другому назовешь плохой мальчик встретил хорошую девочку он ее обидел вот они не поделили игрушки и потом начали разводиться вот так это называется женщина может вести себя как ребенок женщина может себя вести как маленькая девочка и от этих игр они просто закапываются зарываются в свои значит мелкие конфликтики из которых потом либо с трудом либо еще с какими-то усилиями они оттуда выруливают но это не помогает укрепить любовь это не помогает дети любят потребительской любовью вы должны это понимать дети есть дети а мы уже взрослые девушки и поэтому нам нужно учиться быть в контактах вести себя держать себя по-взрослому в психологическом смысле хочу отметить почему так важно знать конфликты чем оставаться в неведении мужчинам свойственно вести себя сдержанно женщины более эмоциональны женщины такие эдакие кошечки которые любят поглаживание ухаживание внимание да но нужно понимать когда мужчина приходит с работы ему нужно время для того чтобы остыть там он вне дома был в постоянной боевой готовности отразить удар кому-то ответить кого-то куда-то отправить еще как-то да управлять агрессией нападками которые существуют вокруг него да и вот он пришел домой ему нужно время прийти в себя и перестроиться и конечно же выйти с вами на ту волну где он значит добрый хороший нормальный парень но женщина же не дает ему возможности прийти в себя женщина начинает приставать с вопросами почему ты со мной не разговариваешь ты что меня не любишь женщинам свойственно проявлять нетерпимость почему потому что она весь день не видела любимого и спешит домой чтобы с ним поговорить обменяться информацией эмоциями посмотреть как он к ней относится а мужчина пришел домой отдыхать минуточку а то но я же тоже не мальчик для битья чтобы он придя с работы успокаивался методом отрыва на мне смотрите оксана это другой момент это другой момент вы сейчас затрагиваете тему когда мужчина срывается на домашних по причине своих конфликтов на работе это другое это мужская агрессия которую нужно останавливать безусловно это нужно научиться понимать это нужно научиться понимать мужчину нужно останавливать мужчине можно сказать так пожалуйста я понимаю что ты раздражен у тебя была плохая тема да вот я тут при чем я мягкая пушистая вот я дома сижу или там я тоже с работы пришла не надо не впадать в истерику чего ты меня обижаешь да или вести себя как-то как маленькая девочка которую под затыльника дали нет ведите себя достойно сказать так слушай не распускай руки убери свои руки так успокойся пожалуйста для мужчины лучше лучше всего действует успокойся пожалуйста он тогда приходит с чувством приходит в норму если вы кричите закрой рот то конечно он будет это будет его побуждать на дальнейшее на развитие конфликта потому что он там сражался пришел домой и здесь враги понимаете в этом смысле нужно понимать что мужчине нужно как бы прийти в себя и несколько фраз ему достаточно для того чтобы он успокоился пришел в себя но именно так и говорила работа за порогом ты пришел домой тебя тут ждали а ты в твоих тех неприятностях то тут никто не виноват но смотрите опять-таки здесь вы ему говорите что ты как дурак себя ведешь смысл ваш того что вы сейчас пишете не надо не надо мужчине говорить так за порогом все оставил пришел домой построился не надо мужчине ставить условия вы можете ему сказать если ты хочешь мне что-то сказать скажи в чем причина если это не меня касается то давай оставим пожалуйста не портите мне настроение нужно себя вести грациозно по-женски а вы ведете себя действительно как мальчик который ершистый мальчик который тут же в бой да а если с мужчиной кто-то вступает в бой мужчина безусловно продолжает битву потому что это как бы в мужской природе драться и никому не уступать в бой а и Продолжение следует...